Действующие лица С премьер начнем, ну начнем, пожалуй, наверное, с бега, спектакль, с одной стороны, который, как мне кажется, зритель ждал, с другой стороны, достаточно сложный, вот это ожидание, зрительское ожидание спектакля, ну, Иван, к вам, прежде всего, этот вопрос, оно ощущалось, ощущается, когда ты на сцене стоишь? Слушай, вы знаете, это такая работа, что я вот недавно шел и думал, с чем бы ее сравнить, это, наверное, зародилось еще, когда я пришел только в театр, и у меня была первая большая такая роль над пропастью воржи. Для меня первое ощущение от спектакля — это ты входишь в клетку с тиграми, которые тебе готовы растерзать, но тебе нужно заставить их открыть рот и положить туда голову. Первое ощущение. Но когда ты выходишь, вот первый шаг туда наделаешь, на площадку, эти ощущения улетучиваются, и надо просто сосредоточиться на том, что происходит здесь, сейчас, и куда вести. А вот это вот определение в клетку с тиграми, тигры в данном случае, это зрители или коллеги по сцене? Зрители, зрители. На самом деле это очень страшно. Страшно, просто страшно. Александр, у вас примерно такие же еще нет? Тоже ассоциация с тиграми есть? Очень-очень похоже. Но не совсем так, хотя и это присутствует. Здесь момент вызова доверия к себе. Но это же всегда экзамен перед собой, а сможешь. Это же планка какая-то определенная, новая роль, новый опыт. И опять же, что такое театр? Театр — это возможность, в первую очередь, говорить с тем же зрителем, которого мы, по сути, как ты говоришь, боимся, как тех тигров. Но тем не менее, что нас заставляет выходить на сцену? То есть то, что у нас болит, то, о чем мы хотим поговорить, в открытую, честно. Тогда, если позволите, вернуться в самое начало. Я сейчас про премьеру, я сейчас про Булгакова. Вот если вернуться в самое начало, когда вы узнали, что театр будет ставить Булгакова, театр будет ставить Бек, и когда вы поняли, что вы будете участвовать, может быть, еще непонятно, да, в какой роли, в каком плане, но тем не менее, вот какие чувства это вызывает? Серьезное произведение очень. Я не поверил. Я сказал, нет, я Хлодова не путеваю. Ну, это очень мощный персонаж в мировой литературе, не только в русской, но и в мировой. Очень мощный, очень болеющий, больной, много намешано всего. Я не поверил. Но потом как-то режиссер меня начал успокаивать, сказал, доверься мне. И было сложно, было сложно, кроваво, можно сказать. Начал потихонечку перечитывать и самого Булгакова, и что касается исторического периода, гражданской войны, а именно обороны Крыма. Очень любопытные вещи, любопытные, страшные, жуткие. И на мой взгляд, тоже, вот недавно говорили с коллегами, этот этап вообще в нашей истории как-то не прожит эта болевая точка. Она всеми пытается, мы пытаемся ее как-то заглушить, обойти стороной, не говорить об этом, но это же брат на брата. И что творилось в то время, это ужас. А для вас, Александр Бек, это что? Мне очень нравится, что Ваня, конечно, все верно говорит, но я уже как действующий персонаж этого же спектакля со стороны вижу, что Ваня достойно справился. И мне нравится, что вот тандем главного героя, коллектива нашего, режиссера, это возможность рассказать определенную историю. Несмотря на то, что это исторический факт, определенный промежуток в нашей стране, серьезный, мы не рассказываем в этой истории конкретно о военных действиях, о войне, как шли бои, кто на кого. Мы говорим о природе человеческих взаимоотношений. О природе выбора, совести. Мы тоже говорили на репетициях, и режиссер говорил, что будь кто-то из нас в этой ситуации страшный, мы не знаем, какой выбор сделать. И он зачастую может быть совсем неожиданный такой, какой мы придумали в мирных условиях, где тепло, хорошо, сыто. А тогда вот, не знаю, стоит ли задавать этот вопрос, мне кажется, с одной стороны ответ очевиден, но с другой стороны он может быть разным, да. А что легче сыграть? Смерть физическую, да, вот когда, ну вот просто как человек умирает. Или сыграть смерть души, когда вот умирает душа. Мне кажется, что вот бег это вот примерно про что-то вот в этом отношении, про душу. И оба мы зависли. Да, ну это непростой вопрос, на самом деле. Нужно ответить. Ну потому что, ну... Наверное, и то, и другое сложно, потому что без души какая физическая может быть оболочка? А куда дальше? А как жить? Нет, я поясню, может быть, да, свой вопрос. Когда там смотришь кино, да, или там смотришь тот же самый спектакль, ну человек там, не знаю, шел, хлопок, он упал, да, и зрители... Ну кто такой, ну кто так умирает? Ну там никогда ж такого не было, да, ну вот совсем не верю, да. А как умирает душа, ведь практически никто не знает, и здесь можно играть как хочешь. Ну если мы говорим с точки зрения актерской работы внутренней, то и то, и то, конечно же, сложно. Но мне нравится это сравнивать не просто, вот есть в жизни там мастерство людей, которые занимаются руками, да, там механические профессии такие, знаешь, связанные с каким-то конкретным, с машинами, да. А вот есть актер отдельно, ведь это тоже целая наука, да, и вот исследовать внутреннее полотно внутреннего мира человека, ведь подлец не рождается подлецом, да, то есть он приходит к определенные предлагаемые обстоятельства, его и ситуации жизненные заставляют быть таким. И он же в какой-то момент жизни, мы же каждый себя в своем теле живем, мы же не считаем себя подлецами, там, да, или, хотя знаем, что у каждого из нас есть какие-то моменты, за которые где-то и стыдно, и неудобно, и думаешь, да что ж ты, как теперь это исправить, никак вот так с этим жить теперь. Поэтому это интересно, быть в процессе. Вернемся к премьере. Не только бег, да, может быть, любые другие постановки, если есть какая-то система. А что легче сыграть? Вот самый первый спектакль, вот ту самую премьеру, да, или там, как говорят те же самые, кто прыгал с парашютом, да, первый раз вообще ничего не понятно, потом на второй раз как-то начинаешь пытаться что-то найти, а самый страшный это третий раз, когда прыгаешь. Вот с премьера спектакля, с первыми спектаклями. Вы знаете, допустим, вот на примере спектакля, там, три года Чехова, получилось так, что мы его выпустили, сыграли премьеру, свозили даже на фестиваль, и это был какой-то один спектакль. И сейчас, когда я его играю, а играем мы его уже довольно долго, наверное, 7-8 лет, если не больше, я только сейчас начинаю понимать, о чем говорил Чехов, о чем говорил Владимир Дмитриевич Рогульченко, который делал этот спектакль. То есть, какие-то вещи, они приходят с таким запозданием, то есть, мы снимаем первый слой, вот, который так на поверхности, как где-то цепляем второй слой, и кажется, о, какие мы молодцы, а на самом деле там очень много слоев, как вкусного, вкусного торта, и вот пока ты дойдешь. Вы как-то сравнили с тортом, я думал, что с луком еще ладно как-то, да, а тут с тортом неожиданно. Нет, и каждый спектакль получаются такие открытия, да, сложные, и первый спектакль, говорю, это клетка с тиграми, львами, но не менее сложнее потом находить именно какую-то живую нить, именно живой отклик в себе, уже пройдя какой-то путь. Это тоже довольно, ну, такая сложная работа. У вас? Ну, для меня это, знаете, такое, с выбросом адреналина связано всегда, потому что есть, конечно, как бы и страх, волнение, как примет зритель, справишься, не справишься со всем набором задачи, которые должен исполнить на сцене. Внутреннее ощущение, все это, и вот тебя как насер в доске, тебя несет, вода, волны, первую премьеру, ты как-то собираешься от волнения, оно так играет в плюс тебе. А что делать на следующий день, когда вот этот ажиотаж, волнение, оно так трансформировалось в правильную энергию, и кажется, что, ну, все равно собрался, вот как-то не все гладко, но получилось. А второй такой есть всегда момент опустошения. Ну, это первый блок. А вот когда наступает второй блок, появляется уверенность, ты уже распределился, и ты можешь понимать, что теперь можно, вот то, о чем я говорил, поговорить со зрителем, про что я здесь живу, о чем я рассказываю. У нас же еще дело в том, что у нас довольно, с одной стороны, сложная система, как мы играем в спектакли, мы играем их по четыре штуки, по четыре спектакля в неделю. И с одной стороны, это большой минус, потому что к четвертому спектаклю уже нету сил, просто ни физических, ни эмоциональных. Но с другой стороны, это большой плюс, потому что ты не успеваешь забывать, что бы ты хотел сыграть. Ну, когда играешь, ты все равно так, ой, здесь есть что-то не то, здесь надо бы докрутить. И у тебя есть возможность на следующий день это привести туда, куда ты хочешь. У нас буквально минута остается до рекламы, чтобы уже закончить с бегом. А этот спектакль, это вот спектакль молодежного театра. Я поясню опять же сейчас свой вопрос. Очень часто, общаясь со своими друзьями, знакомыми, коллегами, когда говоришь о молодежном театре, все как-то так радостно воспринимают, это что-то такое легкое, это какая-то комедия, это спектакль, в котором нужно улыбаться. То есть все как-то на это настраиваются. Бег, мне кажется, немного из другой серии. Тем не менее, спектакль «Бег» — это спектакль молодежного театра? Абсолютно молодежного, и у нас в «Беге» есть очень замечательные комические куски, где комедия и трагедия, они вот так завязаны, не отделить друг от друга этого жанра. Мы продолжаем программу, еще раз напомню, мы сегодня говорим об искусстве, мы сегодня говорим о театре. Ну вот в первой части программы, когда мы говорили по поводу «Бега», я задавал вопрос про душу, вот теперь продолжим именно об этом. Еще одна премьера «Мертвые души». Если сравнивать «Бег» и «Мертвые души», если сопоставлять, к чему больше у каждого из вас, что называется, душа лежит? Нет, на самом деле... Я понимаю, это совершенно разные, да, и по настроению, и по темпу, да, и по... Но тем не менее... На самом деле у Михаила Фанасьевича Булгакова был любимый писатель Гоголь. Так что здесь тоже есть... Перекликание, да? Да, перекличка, да. Так что я, конечно, тяготею к «Бегу». Ну, во-первых, и роль сложная, и стоя за кулисами, когда Саша играл Чичикова, я думаю, нет, нет, не хочу, не хочу. Чичикова бы не хотел. Ну, я такого же мнения объясню, почему. Потому что, ну, как и в самом произведении есть много слоев, так и в актерской жизни, да. Одно дело, ты рассказываешь историю, другое дело, ансамбль коллектива, да. То есть вот это вот получать кураж и драйв на сцене вместе, рассказывая одну историю, это тоже определенный такой кайф, удовольствие. Есть момент ответственности, да. То есть если ты получил главную роль, то есть ты должен все-таки ей соответствовать, как-то быть достоин персонажа своего, вот так скажу. Не персонажа подминать под себя, а как бы вот дотянуться до уровня персонажа. Конечно же, произведения известны, великих писателей, и как бы вот у Вани был такой трепет, да, перед ролью Хлудова. И у меня, потому что, ну, волей-неволей общественность сравнивает, кто Чичик, Киселев, Чичик, странное решение там, да. Это многие, поэтому это вдвойне обязывает тебя, да. Но самое главное, все это, конечно, надуманные вещи, это действительно возможность, имея вот такую ответственность главного героя, все-таки рассказать историю, которая тебе не безразлична. Это самое главное. Тогда, ну, вот смотрите, ну, так получается, да, мое личное мнение, я могу ошибаться, что если мы говорим о Булгакове, если мы говорим про Бег, то для широкой публики, для широкого обывателя, да, это такое произведение, где, ну, может быть, до прихода в театр он даже и не слышал, что такое где-то могло быть написано. Про мертвые-то души знают все, и все, ну, если не читали в школе, то, по крайней мере, что-то слышали. Вот в таком варианте, что легче играть? Бег такое произведение, да, которое, ну, вот, может быть, там, часть зрителей даже и не знал, или мертвые души, которые там, большая часть зала, ну, если не цитировать, то, по крайней мере, персонажи так точно знают? Ох, я тут, наверное, возьмусь, потому что вот по ощущениям... Ну, наконец-то взялся Александр. Да, нет, правда, по ощущениям Бег в эмоциональном плане, мне кажется, гораздо сильнее произведение. Вот, это, опять же, стереотипы, которые навязаны обществом, в этом есть и плюсы, и минусы одного произведения и спектакля в нашем театре и другого. Потому что бег по своей силе эмоциональной внутренней, вот, то, когда человек стоит перед ситуацией, ему нужно делать выбор, быть кем. То есть, да, быть кем. Там все гораздо вот внутренне, мне кажется, острее и больнее. И тем более, это действительно история, которая была вот недавно, не так давно. Мертвые души за счет того, что это школьная программа, да, его немножко так нивелировали, хотя там такая щемящая грусть и такая широта мысли, которую Гоголь туда заложил, о всей нашей стране, да. То есть, если здесь в Беге есть убийства конкретные, да, там смерти, есть очень сложные предлагаемые обстоятельства, то мертвые души мы воспринимаем, как такую легкую авантюру, вот, придумал, нашел лазеечку и пошел. За вот этой легкостью скрывается именно такая боль, замечательными фразами заканчивается спектакль. Саша. — Эх, русский народит, не любишь ты умирать своей смертью. Великий Гоголь. — Хорошо, тогда опять же, теперь к театру непосредственно, да, я думаю, что те, кто впервые попадает в молодежный театр, очень сильно смущает, там, не знаю, сценах посередине, да, или вот то, как все это расположено и так далее. Наверняка ведь, когда вы учились актерскому мастерству, вас к этому никто не готовил, к тому, что не классическая сцена, да, где оркестровая яма еще, дальше где-то там зрители, еще есть балкон. В таких условиях работать интереснее? Вот молодежный театр, с точки зрения вот этой доступности, да, наверное, актера к зрителю и наоборот, легче или сложнее играть? — У меня вот, вы сказали про первое ощущение, я недавно об этом вспоминал, я, будучи студентом нашего вуза, университета культуры, вот первый мой поход в молодежный театр, это был спектакль «Мещанин», по-горькому, и когда мы, вот, то есть, взошли в фойе театра внизу, то есть, понятно, это театр, а мы были с одногруппниками, с нашим педагогом, который нас туда привел, и мы поднимаемся наверх, заходим в зал, а я говорю, а мы здесь, это как, нет, это сейчас какая-то будет беседа, мы и пойдем смотреть спектакль, он говорит, нет, здесь и будет спектакль, как? Стоят вагоны деревянные, я думал, это вообще склад декораций, ну, первый раз, на самом деле, попав, и вот я влюбился, влюбился и в коллег своих, и так смешно, когда мы уже партнерствовали на сцене вместе, вспоминать, говорит, а помните, Лешенька, я подбегал к нам, автограф брал, он говорит, слушай, перестань, ну, это круто, это уникально, и действительно, там нет возможности фальшивить, лениться, то есть, надо постоянно быть, быть или не быть, вот, вот в чем вопрос. Я заканчивал Щепкинское училище театральное, и... Немного так уколол сейчас, да? Ну да, так, вот тут, вот тут чуть-чуть, ну, нормально. Ну да, и мы работали, свои дипломные спектакли на камерной сцене, и она немногим отличается от сцены нашего, молодежного Краснодарского театра, поэтому для меня, в принципе, это все было привычно, и, наверное, даже хотелось бы работать именно на такой сцене, и вот 20 лет я работаю на ней, как бы, удоволен. Хорошо, тогда вот такой момент. В принципе, можете не отвечать на этот вопрос, если вдруг не захотите, но вот если представить чисто гипотетически, что вы не работаете в молодежном театре, но знаете его репертуар, и вот если бы у вас на выбор, да, вот там было, можете прийти в кассу выбрать билет на любой спектакль, который сейчас идет в молодежном театре, какой каждый из вас выбрал бы спектакль, куда бы пошел. Так, посмотрите со стороны. Из идущих? Из идущих. Вот у меня сейчас... Понимаете, есть из чего выбрать. Нет, мне сейчас интересно, так много спектаклей, пока вспомнишь все, или наоборот, ну, то есть, как бы, и выбрать нечего получается? Наоборот, сложно. Понимаете, ведь каждая история, она про что-то. Вот если брать легкое настроение, когда не хочется душу свою вот так вот прям трясти, чтобы там внутри все это... Так вот сразу приходит Шекспир «Сон в летнюю ночь». Просто такой легкий, очень светлый, интересный спектакль, да, в очень интересных, своеобразных декорациях, который погружает тебя вообще в некое другое пространство. А если посерьезнее? А если посерьезнее, вот, Ваня, ты пока отвечай, я вспоминаю, думаю, еще раз. Не знаю, дело в том, что, может быть, я сам по себе такой человек, я очень долго отхожу от того, чем я занимаюсь. Я бы хотел, конечно, посмотреть, бег бы со стороны, да. Ну, чтобы еще пинков себе надавать. Хорошо, тогда совсем немного времени у нас остается. Последнее, что я видел в молодежном театре, мне повезло в жизни, я увидел вот эти вот последние спектакли «Шекспир. Зимняя сказка». То есть спектакль уже не идет на сцене молодежного театра, по крайней мере, сейчас. Вы оба участвовали в этом спектакле, не главные роли, но тем не менее. Как произошел этот процесс расставания или процесс прощания со спектаклем? Не один же год было действо. Держись. Сейчас такая пауза. Вы затронули очень больную тему для нас. Сгрустнуло? Ну, естественно, вы знаете, ну как, есть ощущение, что, вот если скажут, а давайте вспомним, а давайте сыграем с удовольствием, потому что, говоря за себя, у меня была очень интересная роль. Мне нравилось, что я в первом акте был судьей строгим, который во втором акте становился просто вот его полной противоположностью, бродягой, таким ушлым, но артистом, так вот, вор, но который артист, который меняет личины на раз. И для актерской работы это очень интересно было. Но мы достаточно его поиграли. И есть спектакли, которые будут в нашем театре, есть те спектакли, которые ждут своей очереди, потому что у нас такая вот... Ну, еще на 20-й год, да, премьера закланирована? Специфика нашего театра не позволяет нам играть каждый день новый спектакль. Поэтому у нас, правда, есть спектакли, которые мы играем раз в год. Раз в сезон. Вот это вот именно по этой причине, собственно. Иван, а вам, если бы сказали, завтра играем в Шекспир «Зимнюю сказку», пошли бы? Ну, а как же, это моя работа, естественно, конечно, пошел бы. Ну, во-первых, Шекспир великий автор. И мне бы хотелось бы еще потрудиться над ним. Как сказать, сильные грусти, хотя я могу солгать сейчас. Тогда не надо. Давайте тогда лгать не будем. Вот подвесим эту самую фразу, да, сильные грусти, и дальше вот пускай додумывают наши зрители. Этот спектакль остался в наших сердцах, в нашей памяти. Правда, был очень приятный, теплый, красивый, интересный. Уважаемые телезрители, сейчас начнутся слезы, я так понимаю, скупые мужские слезы, поэтому будем немного сворачивать программу. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Можно было бы продолжить разговор, но, к сожалению, временные рамки нашей программы, они этого не позволяют. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся с вами здесь, в этой студии, тем более, что впереди еще будут премьеры. Уважаемые телезрители, вам еще раз хочу напомнить, что мы сегодня говорили о театре, мы сегодня говорили о молодежном театре. И гостями нашей сегодняшней программы были актеры молодежного театра Творческого объединения «Премьера», заслуженный артист Кубани Иван Чиров и Александр Киселев. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»